В подмосковной Рузе, в красивейших местах, где вот такой вековой лес, где красивейшие озера, главное напасть лесорубы. Они видите, что делают? Они мастят себе в лес дорогу и тырят лес. Спасибо Андрею Сорокину, который борется за них и живет в получасе езды. Мы, жители русского городского округа, требуем... Требуем! ...остановить весь этот беспредел. Поэтому, если вдруг вы поймали какую-то сволочь, которая хочет у вас вырубить лес, скорее звоните Андрею Сорокину, у него есть ютуб-канал, и он уже много лет борется за народ. Мы вызвали Андрея Сорокина. Здесь неизвестные. Пригнали технику, которую вы можете видеть сейчас за моей спиной, для вырубки леса. Местные жители остановили работу этой техники, потому что никаких разрешительных документов у них нет. Так, а в роли оператора у нас сегодня Олеся, бригадир наших наблюдателей на выборах. Ребята, это Руза, Волоколамск, Истра. Друзья, вот телефон Олеси прямо на экране. Нам очень нужны идейные бойцы, которые не дадут подтасовать результаты этих выборов в пользу власти. Нам нужны справедливые наблюдатели. Мы за правду, за справедливость. Эти безобразия происходят не у нас только дома, а у вас. Обращаемся мы к вам, да? Да, да, да. Сделайте прокурорские запросы от администрации русского городского округа. Что они пытались здесь вынуждить и куда? Здесь, что самое интересное, они очень умеют хорошо смаскироваться, вот эти все черные лесорубы. Если с одной стороны зайти, с другой стороны, можно это место реально не найти. Пройти мимо, да, не уйдить его. Хотя они здесь все красивенько вымахали. И здесь, здесь они уже сделали себе дорогу, по которой улица уже проехала. Заезжала внутрь туда техника, уже была готова пилить. То есть это большая техника, которая тяжелая, действительно, может выпилить буквально за час, не знаю, там. То в этом году они прям вот конкретно подготовились. Ссылаются на закон, постановление правительства Московской области о том, что на землях сельхозназначения можно производить массовую вырубку насаждений лесных деревьев и для этого не получать порубочного билета. Что, земля сельхозназначения? Возникает вопрос. Вот это все сельхозназначение? Да, если это сельхозназначение, то где сельхозработка? Слушай, это все земля Бойки Великого? У нас в районе практически все его земля. Он нахапал в свое время, ого-го, сколько. Русский, одевайся по-русски. Мои одежды, так сказать, радуют детей. Говорит, мама, какой дядя красивый. Уставим младенца глаголит истина. Ипотажный предприниматель Василий Бойко Великий вышел из тюрьмы в мае. Он провел под следствием почти два года по обвинению в хищении денег банка Кредит Экспресс. Вот это самое страшное, когда все стандартизованы, все одеваются одинаково. То, что грозит сейчас миру, что людей превращают в винтиков. Слушай, а есть какие-нибудь документы на эту вырубку-то? Бойко рубил или кто? Нет, он сдал ее в аренду какому-то Карову. Приехал Каров, собственно, такой весь, вот такой. И сказал, я буду рубить, вы ничего со мной не сделаете. И какую-то бумагу из него выжили? Нет, он сказал, я не обязан вам ничего показывать. Договор аренды удалось? Договор аренды, да. Местные жители или хотя бы кто? Ну, жители обращались в полицию, в полицию он вот это все предусмотрел. Якобы есть договор аренды вот этой земли. Но там не написано вырубка? Там не было слова вырубка, я, по крайней мере, его не видел. А договор ты этот видел, да? Договор, ну да, мельком я его смотрел, конечно. Слушай, ну они вот такую елочку хотели. Зафигарить, да? Красавица, ты посмотри. Сколько же она, ох, елки. Полтора обхвата. Это значит, каждые два метра, я думаю, кубометр. Это елочка, да по цене 5000 за кубометр, а высота 20 метров. Ну вот я думал, что товарищ Альберт Каров хотел за эту елочку 50 тысяч рублей унести из леса. И Андрюха не дал им, и ес, получи фашист гранату, да? Альберт Каров, держись. Андрей Сорокин поймает тебя в любой точке русского района Московской области, куда ты привезешь свои проклятые траки. Очередная порция вырубленного леса складируется. Альберт Каров, он самый Альберт Каров, внимание, Альберт Каров. Повторяю, друзья, нам в Подмосковье нужны наблюдатели на выборах. Настоящие, идейные бойцы, которые позволят проследить каждый шаг, чтобы не подтасовали результаты выборов, не украли наши голоса, не отдали их чиновникам, кандидатам от власти, вот таким вот, для которых люди новая нефть. Нам нужны наблюдатели и в Красногорске, и в Истре, и, конечно, в Рузе. Вот телефон бригадира наших наблюдателей Красногорск и Истра, Илья, звоните ему, ребята. Мы с вами будем армия справедливости. А за что и когда мы будем бороться, это мы еще посмотрим. Выборы 19 сентября, но жизнь продолжается и потом, и наша борьба.